Родители, формируйте у своих детей способность радоваться, сформируйте у своих детей навык любопытства. К сожалению, наши родители не всегда читали нужные книжки и часто формировали у нас как раз другие привычки – тревожиться, капризничать, конфликтовать и так далее. Они поощряли это просто тем, что они вовлекались в это и сами давали, так сказать, жару в этом взаимодействии. Поэтому, конечно, у нас много вот такого накопленного хвала. К сожалению, мы к ребенку начинаем сразу относиться как к маленькому взрослому, у которого просто чего-то он еще не в курсе. Сейчас мы ему объясним, и он, значит, двинется дальше. Тут проблема как раз в том, что ребенку на каждом этапе его развития до года, с года до трех, с трех до пяти, с пяти до семи, с семи до десяти, с десяти до двенадцати, с двенадцати до четырнадцати и так далее, можно объяснить очень специфические определенные вещи, договориться с ним можно только об очень специфических вещах. С кем-то вообще невозможно говорить, и надо с годовалым, например, им нужно другие инструменты использовать. И это, конечно, очень важное знание, которое открывает глаза на поведение ребенка, когда ты понимаешь, что на самом деле происходит сейчас. Это вот как с собственными детьми, даже не замечаешь, как они растут, но ты там месяц, они где-то, значит, путешествуют, потом возвращаются, и ты такой думаешь, боже, но этих месяцев было очень много. И мы этого не замечаем, мы формируем отношение еще к младенцу, дальше оно как-то там реформируется, после этого мы с ним живем. А ребенок на самом деле, считайте, что прилетают инопланетяне, забирают этого, привозят другого, и вам нужно с ним решать новые задачи и так далее. Просто границы, они стали субъективны, да, то есть вот условно говоря, на вас кричит ребенок какой-то. Ну, вы думаете, ну, дурной, да? На вас кричит ваш ребенок. Что вы думаете? Ах ты, злыгень! Да? Почему? Гнев у вас, гнев обсуждают. Почему? Потому что у вас есть граница, да, что он ваш ребенок, внутри ваших границ, и не имеет права вести себя, как попало. Если другой так заорет, ну, как бы, и полетело. А когда свой, а ты сразу ненависть, гнев, что такое? Нарушил границу, должен знать, кто родитель, кто ребенок, кто серьезно, кто сопля. Ну, так же родители ума нет, так думают. Проблема состоит в том, что мы рожаем детей, и мы не по чекованию. Если бы мы по чекованию рожали, то у них был бы тоже генетический материал, который у нас, и в целом они были бы нам сильно подобны и так далее. Так может получиться, что, допустим, у вас там папа такой аналитического склада ума, такой строгий, такой, как бы сказать, у него все там занудно, перпендикулярно и параллельно. А мама, наоборот, натура художественная, яркая и так далее. И дальше вот появляется их ребенок, который может вообще быть не такой, не такой, да, потому что там две бабушки сыграли. В общем, короче говоря, генетически может происходить, ну, вот самые разные аберрации, и вы должны понимать, что ваш ребенок, он не такой, как, скорее всего, ну, с большей вероятностью на вас не похож, чем похож. Вот, у него есть другой способ думания, другой способ восприятия мира, там, и так далее. И то, что подходит, как вам кажется, для вас, если бы с вами это было хорошо, совершенно не так, что это подходит. Поэтому, вот, помните все, что это другой генетический материал, в вашей отчасти, вот. И, как вы так понимаете, вы понимаете, что вам надо разнообразить ваши стратегии его воспитания и взаимодействия с ним, учитывая, ну, то, что он, может быть, по-другому воспринимает что-то, по-другому это ощущает, по-другому чувствует, там, и так далее.